Итак, дорогие друзья, мы приготовимся послушать, что нашим сердцам приготовил сказать Господь. Я постараюсь не передавать свои размышления. Я вам даже больше скажу, я не готовился к проповеди сегодня, чтобы так общие фразы, моменты какие-то, но чтобы так вот мог ее прочитать вам. Не делал это никогда и не делал сегодня. Потому что не остается, возможно, тогда Богу свободы или просторы, или даже, так сказать, простым словом, импровизации. Не всегда, может быть, наши слова, они могут быть от Бога, даже стоя за кафедрой. Поэтому Бог сам корректирует. Иногда скажет такое, что сам проповедник думает, зачем я это сказал, испугался. А после собрания, бывало, подходят, говорят, вот эта фраза, ради которой я был здесь. У Бога свои планы. У Бога есть свой метод. Мы все разные. У Него есть ключ от каждого сердца. Наши сердца, как замки, все не похожи один на другой. И мы часто, чтобы достучаться или дойти до сознания человека, не могущий открыть замок, ломаем его, разрываем его, чтобы разорвать и войти в это сердце. Вторгаться туда, завоевать сердце силою, авторитетом, своими интересами. Бог так не делает. Он входит в сердце тогда, когда, говорит, я стою и стучу. Ему изнутри открывает сердце, и он туда заходит. И все, кто из нас это сделал, мы стали после этого другими людьми. Потому что мы добровольно, сознательно, верою запустили Христа в нашу жизнь. Не для того, чтобы он отдыхал там, не для того, чтобы он мудрости нам давал, успешными нас делал, а для того, чтобы он управлял нашей жизнью. Мы это захотели сами. О чем сегодня пойдет речь? Я, находясь в мессионерской поездке, уже возвращаясь, возвращался с Беслана, заехал в Эстонию. Там еще пробыл несколько дней. Там и по местной церкви нужно было помочь немножко в труде, с молодежью пообщаться. Мы собирались, беседовали с неверующими людьми. Иду по городу. Уже темнело, потому что в это время в Эстонии в часа полчетвертого уже совершенно темно. В девять утра еще темно, в полчетвертого уже темно. Ну и днем там я пробыл, там почти, наверное, на неделю пробыл, я ни одной минуты не видел солнца. Вот так люди живут. Ни одной минуты. И это не просто одна неделя, это с осени до весны практически. Очень мало бывает, когда солнце выглянет. Вот это особый праздник для них. Это то, от чего мы иногда страдаем, ропчим. Опять солнце, опять жарко. Приезжайте туда, ропот прекратится. Иду по городу, смотрю, идет навстречу человек. Как мне показалось, пожилой человек. На тросточку опирается, хромая, медленно-медленно согнувшись идет. Подхожу ближе, а лицо-то знакомое. Я там прожил 27 лет, и многие знают. Думаю, странно. Подхожу ближе, и он остановился. Я говорю, Володя, это ты? Он говорит, да, Володя, это я. Он на год моложе меня, 59-го года. Я говорю, что с тобой? Он говорит, инсульт. И вот ни с того, ни с сего. Он здоровый, крепкий мужчина был всегда. Интересно, завидовал как-то по-своему, думал, вот мне бы таким быть. Такой крепкий, и кланевой всегда оказался совсем таким, незначительным. И тут вот вижу его с огбенным с тросточкой. И у меня появилось, конечно, желание христианское сказать ему о Боге, о любви Божьей. Это мы делаем все, это нам нравится делать, и, наверное, даже умеем это делать. И тут я уже сразу мыслей полно в голове, что сказать, с какой стороны подойти. Но если с тросточкой, может, умирет скоро, надо успеть ему сказать о Боге. Я говорю, как ты живешь, как у тебя дела? Ну, вот инсульт, вот в таком состоянии, пролежал два месяца в больнице, вот вышел, понемножку двигаюсь, инвалидность далее. Говорю, как у тебя дела? Он говорит, отлично. Чувствую не выпивший совершенно. И такие вещи, говорит. Идет с тросточкой, довольно еще не старый, и говорит, отлично. Я говорю, Володя, ну, я тебе хочу глубже спросить. Действительно все так хорошо? Он говорит, знаешь, брат, как никогда хорошо. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, о том, что он говорит, я вам вот так расскажу. Проповедь сказал он мне, не я ему. И на основании его проповеди, его свидетельствия, у меня родились вот эти мысли. И он говорит, ты знаешь, я всегда смотрел на верующих. У нас несколько церквей в нашем маленьком городе. И я всегда думал о том, что они отличаются, все эти люди, от меня. Про себя он рассказывал. Захожу в церковь, так красиво поют. Одеваются прилично. Пьяного никого не видел. Семьи большие, дети вокруг них, рядом всегда, около них. И мне это всегда настраивало с ними знакомиться. Я, говорит, все церкви, я у нас где-то 8-9 церквей в городе небольшом. Там городок-то сколько, может, 15-18 тысяч. Говорит, я все эти церкви обошел. Ты знаешь, говорит, я по одному разу прошел, и все. Я говорю, а что такое? А я, говорит, не увидел там то, чего я ожидал увидеть. Я говорю, а что? Любви не увидел. Я, говорит, не увидел любви. Я, говорит, тебе сейчас расскажу вот что. Я настал читать Библию, и когда лежал два месяца в больнице, я, говорит, с Библией не расставался, только когда руки мыл и кушал. Убирал ее из рук. Я ее так читал, как будто я из голодавшейся или из втомленной жажды пьет воду. Брызги летят в все стороны. Я такую картину стал рисовать. И я пью, пью, из источника, как будто он сейчас закончится, и я не напьюсь. И я понял, Бог мне, знаешь, что показал? Что любовь это все во всем в христианской жизни. И если все остальное есть, нет любви, это все ничего. Это один этикет. Я не стал, говорит, осуждать никого из верующих. Разные бывают. Но я подумал, а не попробовать ли мне вымолить у Бога любви? Той любви, которую я хотел увидеть в христианах, и о которой я мечтал и думал все годы. Я, говорит, погрузился в Бога. Я, говорит, вот сейчас вышел просто прогуляться, подышать, а дома меня Библия ждет, я не могу дождаться, сейчас вернусь и буду ее опять читать и молиться пред Богом. Я хожу с палочкой, мне некуда теперь спешить. Я иду по городу, мне идет навстречу человек, я ему улыбаюсь и молюсь за него, не зная его по имени. Проехала машина, меня, говорит, вчера, а там такая снег, потом потепление, грязью обдал основу до головы. Я поблагодарил Бога за этого водителя, пожелал ему успеха и благословения и почувствовал улыбку на своем лице. Я понял, что Бог меня меняет. Я стал любить. Я понял, с чего надо начинать. Не идти в церковь и научиться молиться, а научиться любовь проявлять. Я сейчас знаю, что такое любовь. Да, я, говорит, много в жизни испортил, но теперь я знаю, что это такое. Я не успевал, будучи здоровым человеком, делать то, что сейчас успеваю. Я вот с этой, говорит, тросточкой пешком обхожу город и вспоминаю каждого до последнего человека, кому я не сказала хороших, добрых слов или кому сказал плохие слова или кого-то обидел. Я ко всем иду. Иду. Меня из дома иногда выгоняют, говорят, иди отсюда, мы с тобой разговаривать не хотим. А я, говорит, выйду и молюсь за них. Ночью подойду, они спят. Я около их дома, руку приложив к стене дома, молюсь за то, чтобы Бог их благословил. Я стою и слушаю. Он мне проповедует на перекрестке двух дорог, двух улиц. Я больше часа его слушаю, а поспорить с ним не мог. Он прав. Он прав. Он говорит, если есть все, а у меня было все, у меня был бизнес, у меня здоровье было, у меня все было. Я никогда не имел нужды в деньгах. У меня был весь город, друзья мои, но я их половину из моих друзей ненавидел, а других пытался всяко обмануть и с них что-то поймите. Вот так живет сегодня человек. А я не хочу так жить. Я сказал, Господи, если ты уберешь у меня палочку, я вернусь к прежней жизни, не надо, я с этой тросточкой лучше до смерти буду ходить, любя людей и тебя. Я не узнал его. Я думаю, что с ним происходит? И он мне рассказал, что он где-то... Я говорю, как ты до этого дошел? Он говорит, Бог меня положил на удро болезни на кровати. Я задумался. Я сказал Богу такие обещания. Сказал, Господи, если ты дашь мне жить, хоть с этой тросточкой ходить, я буду только одним желанием наполнен проявлять твою любовь людям. И прошу, говорит, тебе об одном, дай мне понять любовь и уметь ее показать людям. Любовь без выгоды, без условности. У меня такую проповедь сказала, если бы у меня диктофон я бы сегодня не проповедовал, вам бы ее включил, эту проповедь, сказал бы, а имени все оба. И нечего добавить. Но я задумался об этом, потому что я тоже христиник. Я тоже Володя Кокон, мы с ним ровесники. И всегда я мечтал, думал, если его или другие встречи, скажу ему о Боге, я сказал он мне. Я стал задумываться. Я стал проверять свое сердце. Чего желаю сегодня сделать и вам. И я нашел. И я еще продолжаю искать. Я найду еще. Я стал об этом задумываться. я понял, что это главная тема прихода Христа на землю. Вы найдите случай в жизни Христа, что он делал без любви. И вообще, что он делал на земле. И зачем он сюда пришел. Слова евангелиста, или вот в послании Иоанна, которое мы читаем, что Бог есть любовь. Четвертая глава, 1 Иоанна, 8 стих. Кто не любит Бога, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Я стал задумываться. Он есть любовь. А я есть любовь или нет? Вот может человек про меня, про тебя, про нас сказать, что эта любовь ходит, вот прошла мимо любовь. Искусственно ее не выразишь. Людей не обманешь. Сегодня принято объясняться в любви, а за спиной в кулаке или нож, или что-то еще. На всякий случай. Мало ли что. Бог есть любовь. А мы? Представьте, я вот так подумал, а если бы Бог, который пришел на землю, Христос, это сам Бог, Он бы был справедливость. Он бы был сила только. Представляете, справедливый Бог, а не любовь, любовь. Вы хотите с таким Богом иметь дело? Я бы нет, не хотел. Потому что меня бы уже не было. По справедливости давно бы меня не было на земле по справедливости Божией. Может быть, и кого-то из вас. По справедливости. Возьмите за грех смерть. Справедливо? Божий закон. Кто из нас без греха первый брось камень? Понимаете, и вот прекрасно стало то понимание, я думаю, нам нужно просто вот иногда остановиться, уподобиться детям и начать все сначала в своих помышлениях, в своих путях и движениях, и делах. Если вот сегодня мы слышали, брат Миша нам прочитал эту 13-ю главу, да? 13-ю главу Коринфянам. Мы ее все хорошо знаем, я думаю, что когда он читал, и многие из нас, наверное, вперед его уже мысленно читали. А вы заметили? Я заметил только сегодня. Кстати, вот он сейчас читал, и я это заметил. Я вчера еще этого не замечал, хотя попросил его это прочитать. Здесь не написано, что если, мы как привыкли, если ты говоришь языками человеческими и ангельскими любви не имеешь, ты ничто, ты медь звенящая, кимбал звучащая. Вот это нам более понятно. Мы так разговариваем, правда? А я понял, что сейчас мне не про кого-то надо эти слова говорить, а про себя самого. Если я и делать вывод, кто я, медь звенящая, медяшка, железка, ударила, загремела, сильнее ударила, сильнее закричала. Если я могу, умел бы горы переставлять, а любви не имею. Я вообще ничто, я пустое место, я ноль, я огни. Меня нет. Это не я, это никто. Это пустота. Друзья, вот кто-то скажет, здесь так поэтически, так красиво написано, очень, очень трогательно. Да здесь просто правильно написано точности до миллиграмма, до последнего процента. Поэтому в этом сила. Вот давайте себя поставим и скажем. «Если я, я ничто, я медь звенящий, я кимвал звучащий, если раздам все имение мое, отдам тело на сожжение, чего мы никто еще не сделали. А если бы сделали, нас бы хвалили и писали бы про нас книги христианские, а все остальные их читали бы со слезами на глазах. Но если отдал тело на сожжение, отдал все имение, раздал, а любви нет, интерес какой-то, ну все равно кому-то отдать. Пусть люди скажут про меня, пусть сфотографируют, а потом другим расскажут. То вот здесь говорится, что нет мне в том никакой пользы. Ты проиграл. Человек, который не имеет любви, он всегда проигрывает. Проигрыш за проигрышем. Человек, которым есть Бог с его любовью Божьей, всегда выигрывает. Хотя на первый взгляд это незаметно другим людям. Хотя кажется, что придавлены всеми. Над ним издеваются, над ним смеются. Но даже в народе говорят, смеется тот, кто смеется. Или последним, или без последствий. И так, и так правильно. Вот кто смеется, вот кто радуется. И Господь говорит, вы возрадуетесь и возлекуете. Возвеселитесь. Хотя сегодня, может быть, приходится проходить непростыми дорогами. Бог есть любовь. Интересно, с чего и откуда? Нам вот всегда кажется, что вот любовь, она имеет начало, да? Мы все знаем, что такое любовь, хотя бы такая, мирская или человеческая, житейская, земная. Парень полюбил девушку, она его взаимно полюбила. С чего-то началось. Она действительно заслуживает такой любви. Она ведет себя прилично. Она красивая, она одевается скромно. Она умеет промолчать, знать, где промолчать, где что сказать. Она готовит вкусно. И за это я ее люблю. И я из-за этого хочу на ней жениться, потому что она очень вкусно готовит. Потому что она обведет себя хорошо. Потому что с ней легко и хорошо. Кому? О ком я сейчас сказал? Про нее? Про себя. Меня накормят, меня согреют, меня не обидят, все для меня сделают. О, любовь. И вроде любовь. А посмотреть, да, любовь только себе любит. Я люблю себя и поэтому хочу, чтобы ты вышла за меня замуж и сделала меня счастливым. Слух не всегда скажешь, но так и есть. Вот попробуйте по-другому. Я тебя хочу сделать счастливым, потому что Бог хочет, чтобы я это сделал. Конечно, любовь земная имеет определенный смысл. Я не хочу ее отвергнуть и сказать, что этого нет. Но, друзья, при всем этом нам нельзя увлекаться в одну сторону. Бог возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками. Нет ли у нас человека, которого возлюбил Бог святым? Не было. Когда мы были грешниками. Даже если мы в христианской семье родились. Мы с нашими грехами уже росли. И грехи росли быстрее нас. И до чего бы все это дошло, если бы Божья любовь не открылась нам в каком-то моменте жизни. Любовь Божья – это сам Бог. Он говорит, я есть Бог. Интересно, что любовь Божья, она имеет то, чего не имеет человеческая любовь. Хотя любовь человеческая тоже существует. Она стабильна. Она стабильна. Она независима от того, как ее воспринимает другой человек. Бог любит грешника. И это подтверждает Писание. Он грех не любит. Он любит грешника. И пытается все сделать с этим человеком так, чтобы он избавился от греха. Из-за любви к этому человеку Бог делает это в его жизни. Бог есть любовь. Вы знаете, пророк Иеремия, мы читаем такие слова, вот 31 глава, «Любовью вечную я возлюбил тебя». 31 глава, 30 стих. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Кто с этим поспорит? Только безумец или не признающий Бога. Давайте будем говорить, как с верующими и с верующими. Мы так сами с собой, друг с другом. Мы-то глубоко верим во Христа и в Господа, в Отца Небесного и Сына Его Спасителя нашего, Иисуса Христа. И Он говорит, «Я тебя возлюбил любовью вечную. Издали явился мне Господь». А почему издали? Задумались? Потому что далеко не Он от меня был, а я от Него. И оттуда Он мне явился и сказал эти слова. «Любовью вечную я тебя возлюбил». Господи, я верю, «Ну, у меня вопрос к тебе. А если завтра я твоей любовью пренебрегать начну? А если завтра я огорчу тебя? Ведь ты по-другому заговоришь. Ты же меня наказывать будешь?» Бог говорит, «Да, кого люблю, того буду наказывать. Но я наказывать буду так, как наказывает и милый отец сына своего. Берет в руки ремень, а на глазах слезы. Не зла, не ненависти, а слезы любви. Как бы я хотел тебя не наказывать, думает отец. Мы все это проходили. Только когда отцы с нами так поступали, мы не знали этого. Когда сами стали отцами, маму не узнали. Я бы никогда тебя не наказывал. Мне так не хочется делать, но я знаю, что это тебе поможет. Нет другого сейчас варианта. Мне очень жаль. Мне больнее, чем сейчас будет тебе от этого удара ремнем или чем-то еще. Наказание. Или там не пустил, не дал что-то. Ты будешь плакать, а я буду с тобой вместе плакать. Ну что могу поделать? Тебя надо остановить. Это есть любовь. Любовью вечную. И Бог говорит, любовь моя, она вечная. Она нестабильная. Она не зависит от того, насколько мы любим Бога. Конечно, Он по-другому относится к нам, когда мы проявляем свою любовь, и Он наполняет нашу жизнь. Но если этого не происходит, Бог нас не выталкивает и не выбрасывает из своей жизни. Он не говорит, а ты недостоин, а ты пренебрег. В вечности это будет. А сейчас пока Бог не милует. Христос сказал, в Евангелии от Иоанна, мы читаем 13 главу, насколько необходимо и важно действительно вот эта вот любовь Божия, которая открылась сердцам нашим. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. 34. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Прямо все, все друг друга. А если это не друг? Но друга еще можно полюбить. А если это не друг? Я не хочу, чтобы он был моим другом. Что быть, сделать с ним мне теперь? Бог говорит, а как ты думаешь, что я с тобой сделал, когда ты меня не знал и бежал от меня и грешил, и делал всякие пакости, негодности? Ты вспомнишь, что я делал с тобой и по-другому заговоришь, и поймешь по-другому. Бог говорит, я тебе оказал милость, окажи ему, тебе за него закрест идти не придется, а я пошел за тебя на крест. Тебе не придется умирать для того, чтобы он стал другим, а я это сделал для тебя. Неужели ты этого не понял? Сделать частичку, чтобы было похоже на мою любовь, чтобы был тот же почерк, тот же принцип, та же основа, та же мотивация, сделай, и это будет моя любовь. Она не будет такой большой формы, такого объема, но она будет похожа на мою любовь. Сделай, если хочешь быть подобной мне, если хочешь, чтобы я управлял твоей жизнью. Если я войду в твою жизнь, я буду руководить и управлять, и вести тебя так, чтобы ты делал это. Тебе это хочется, нет? И тут бунт в душе. Господи, а если они поймут, у Христа есть ответ. Меня били в доме любящих, меня. А если смеяться будут? Иисус говорит, да меня вообще плевали на меня и убили, распяли, издевались надо мной. Самые близкие отреклись. Мои друзья отказались, предали меня. И что? Неужели у меня не было силы воздать им по справедливости? Но любовь выше справедливости. Она превосходит справедливость. По справедливости наказать, а я по любви хочу поступать с тобою. Учись у меня, говорит Господь. Иначе ты не сможешь жить или мне невозможно будет жить в твоей душе. Я есть Бог-любовь. Я не могу войти к тебе сердце, в твою жизнь без любви моей, оставить за порогом, сказать, а так поживу со справедливостью, давай мы будем разбираться со всеми. Бог говорит, я не могу разделиться, потому что моя сущность, я и есть любовь. Не надо понимать, что у Бога есть любовь, что он наполнен любовью. Это не так. Он сам есть любовь. Он сам есть любовь. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Тут скажет запросто. А если этот друг, которого нужно любить, смеется над тобой? А если предает тебя? Да, может ты не обязан с ним вечерами сидеть чай пить, он тебя предал. Но ненависть не впускает в свое сердце. Обиду не впускает. Обида, переходящая в ненависть, это продукт не Божий. Это все с преисподней идет. Бог не мстит. Не мстите и вы за себя возлюблены, говорит Писание. А дальше смотрите конкретно для нас 35 стих. Поэтому, потому узнают все, что вы мои ученики, если... Ой, сколько можно всего наговорить. Ходите на собрание, прилично одеваетесь, не выпиваете, не курите, подошли, принюхались. Не куришь? Нет. Наверное, ученик Христа. Не пьешь? Не пью вообще. Он, наверное, больной. Так скажет. Как определяют? Не ругается человек. В церковь воскресенье пошел. Верующий. Прекрасно. Знаете, не все, кто ходит в церковь, верующие. Но, кто верующий по-настоящему, обязательно пойдет в церковь. Это точно. Христос говорит, узнают все, что вы мои ученики, не от красивых слов, не от красивого пения, не от помощи, которую делается. Сегодня в благотворительности очень многие занимаются, люди, не знающие Бога. Он говорит, если увидят вашу любовь между вами. Кто не из христианской семьи, не вырос в христианской семье, пришел к Богу позже, среди нас здесь, наверное, есть такие, я уверен, могу сказать, сейчас не буду опрос делать, нет времени, я бы спросил, и знаю подтвердиться на 100% вариант, что придя на собрание первый раз, вы это особо должны были заметить. Эти люди любят друг друга. Не это ли первое, вы еще Бога не знали, и Бог еще не поговорил к вам, но первое, что вам легло на сердце и понравилось быть в доме в этом молитве, что люди любят друг друга, причем искренне. Подходит, не просто улыбка наигранная. Иногда спрашивают, вы что, одна семья все, вы все родственники между собой? Правые, да. Один отец, а он есть любовь. Друзья, вот говорит Христос, вы, если будете иметь любовь между собою, все узнают, что вы мои ученики. Вот это начало евангелизации, вот откуда. Мы можем красивые проповеди говорить, красивые, шикарные оркестры иметь при евангелизации. петь, ну, что не только. Аппаратура, все звенит, все гремит. Это неплохо, что мы умеем или имеем это все. Но если нет любви, люди очень быстро это поймут. У людей натренировано к этому все чутье. Они ждут любви. Они быстро раскусят фальшь. Они быстро определяют неверность, неправду. Быстро поймут, что здесь нет Бога, как и там, где они были или живут. Все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот люди, помните, написано в Деянии Апостолов, в 4 главе, когда начались гонения на апостолов, то здесь написано так, вот они проповедуют, видя смелость Петра и Анна, те, которые их гнать начинали, правители, фарисеи. И приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись этому. Но что еще самое главное? Мы между тем узнавали, что они были с Иисусом. Здесь можно в одном сказать смысле, что они их видели с Иисусом, поэтому узнали, был со Христом. А другие скажут, о них не могли все видеть, они в другом месте совсем могли быть. Скажут, что-то мы где-то это слышали. Кто-то такие вещи уже говорил. Ты прям говоришь, точно как Христос. Ты с Ним знаком? Узнавали. Петру говорили, речь твоя уже подсказывает, что ты со Христом. Она тебя разоблачает, речь, ты не можешь даже укрыться. Христос говорит, что вы как светильник, который не ставят под сосуд, спрятавшись, под кровать или под стол, а на виду, чтобы он светил всем, и все увидят свет Божий и придут к Нему. А свет не надо, можно тысячи свечей зажечь. И не теплее, и не светлее, и не легче души не станет. Другому человеку. Любовь. Друзья, я знаю, что вот эти слова, они настолько, вот это слово любовь, настолько приявшиеся, что часто мы об этом слушаем, опять со своей любовью, опять старая пластинка. А как? А может быть, стоит подумать, что в первый раз я по-настоящему задумался об этом. Бог есть во мне, Он есть любовь. Если Бог, любовь есть во мне, все проблемы решены. Если я все имею, горы переставляю, как здесь мы прочитали, раз вышли, да, с 13 главы, чудеса творю, горы, вот стоит гора, переставил, веру такую имею, а любви не имеют никто. Это лжец, это лже-пророк. И веру можешь иметь. Странно, а любви нет. Кого эта вера спасет? Спасла нас не вера Христа, и не Его надежда, а Его любовь. Если бы Христос наполнен одним качеством, глубокой верой, отец мой, я знаю Его, я верю в Него, я знаю точно, что Он есть. И с этой темы прошел бы по жизни 33 года. Помогло бы нам это кому-то? С верою, но без любви. Он показал любовь. Он показал Сына своего, Отца своего Небесного в себе. Однажды ученики, помните, Фома подошел, говорит, все хорошо, учитель, покажи нам Отца. Он много про Отца им рассказывал, Небесного Отца. И довольно для нас, что ответил Христос, столько я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца моего Небесного. О, задумаемся, эти слова мы можем произнести где-то, если ты видел меня, ты видел Бога. Ты с Богом имел встречу, потому что Бог во мне, ты не почувствовал, ничего не почувствовал. Ой, ты какой слепой, глухой, да ты вообще ненормальный. Вот и вся любовь наша. А если он скажет, не почувствовал, из-за этого трепетало сердце, а почему он не почувствовал? Надо мне пойти домой и подумать, и поразмышлять, и что-то изменить в своей жизни. Он должен был почувствовать Бога во мне. Почему он не почувствовал? Почему он не заметил во мне Бога? Его любовь среди этого развращенного, развратного, лукавого, хитрого мира, который только выгоду свою со всего имеет. Почему такую яркую, выраженную любовь Бога он не почувствовал? Друзья, Бог есть любовь. И как этот человек сказал мне такую проповедь, и он говорит, да, если бы во всех церквах, во всех христианах, была видна любовь Божия, он мне потом это под конец сказал, кто говорит, я думаю, неверующих людей на земле Божьей не осталось. Люди ищут это, люди мечтают об этом, но они идут и больше и больше разочаровываются. Друзья, мы, давайте подумаем, вот нашу жизнь, не такую, как мы сейчас в церкви сидим, не такую, как мы там что-то полезное, доброе делаем, с детьми, кормим их, там одеваем, обуваем, внимание уделяем, а вот в экстремальных каких-то ситуациях, когда нам нужно действительно проявить любовь Божию. Я однажды зашел в одно кафе и напротив так вот сидел, и напротив сидит один мужчина, лет, наверное, 30 ему, 35 может, и разговаривает с какой-то девушкой, она спиной, все и пун, и лицом к нам. И у него такая улыбка, знаете, какая-то не, ну я бы сказал, не земная, не моя вообще. У него естественно. Он настолько естественно сидит, улыбается и слушает ее. Ну, я вначале подумал, ну девушка может там, знаете, флиртует или когда, заигрывает там с ней, хотел сказать, фильтрует. Вот заигрывает там что-то, улыбается, старается показаться, но чувствую не такая у него улыбка, она естественная у него. И в этой улыбке я засмотрелся на него, я перестал кушать, я просто засмотрелся. Вот, наверное, знаете, так примерно, как Христос увидел юношу, говорит, я полюбил его, потому что он действительно, необычный человек, как все исполнил от юности. Я думаю, наверное, верующий или нет, интересно. Это в Америке, это не там, это здесь. Смотрю, взял посуду, проходит, я сижу, он проносит, убрать посуду, у меня проходит, и на меня глянул, и вот улыбка еще как-то вот мелькнула, думаю, что у меня это так? Я так, знаете, аж замер, думаю, неужели он всегда такой? Когда он поставил под нос, пошел, опять сел, я почувствовал, что он всегда такой, я думаю, это глубоко верующий был человек. Я думаю, как он так может человек? Вот видно, когда наигран, видно, когда естественно, но в нем вот хочется смотреть, слушать, я думаю, как бы я хотел его послушать, если бы он хорошо знал английский, как бы я хотел с ним поговорить, что-то узнать, откуда он, чей он, где он живет, как он научился быть таким. Мне хочется про его жизнь узнать больше. Я верующий человек, пастор церкви, меня заинтересовал этот, которым годится мне в сыновья. Его жизнь меня заинтересовала, почему он такой. И если бы я знал английский, я бы его не отпустил. Потом он ушел, девушка еще сидела, и он такой, уходят уже, и потом выходит так, обернулся еще и помахала, и опять вот эта улыбка. И она вот часто передо мной так остается. Я думаю, но дело не в улыбке, это что-то изнутри шло, понимаете? Что-то изнутри. Я думаю, как бы с этим человеком хотелось бы вместе куда-то поехать, вместе работать, пообщаться, поговорить, кофе попить с ним, посидеть, и любоваться им. Вот странно, да? Это же не девушка, чтобы она так не о нем рассуждала. Понимаете, вот изнутри что-то такое идет. И я потом пошел, в машину сел, поехал, и сам себе сказал, он точно верующий. Не может быть, что он был верующий. А думаю, а я точно тоже верующий. А у меня любовь-то есть? Есть, конечно. Я твердо сказал себе, что она есть. Но я, знаете, и сказал и другое себе. Она у меня глубоко, глубоко за семью замками спрятана. На лучший случай жизни. Для тех людей, которые заслужили моей любви, я их отыщу в жизни, покажу. Так меня Бог поразумляет, значит. И об этом я начал размышлять. И сегодня говорю вам про это. Вот что есть любовь. Это сам Господь. А вы знаете, сегодня уже Алена рассказала стихотворение «Любить, прощать». Любить, прощать. Я не буду про это говорить. Очень много мы проповедей про это слышим. И я бы еще готов несколько проповедей послушать, а парочку и сказать даже. О том, что значит, прощать по-настоящему невозможно, не любя. Невозможно. Почему молодые люди или прожившие в семье вдруг расходятся, оставляя детей сиротами или деля их как мебель между собой, кто с кем пойдет. Почему? Почему? Они что, не любили никогда? Любили. Скорее всего, любили. Уж как там, насколько и чем. Но любили. Но они не простили. Они не простили. И поэтому любой конфликт в семье, заканчивающейся бедой, это есть стопроцентное непрощение. А на это непрощение есть обязательно оправдание у каждой стороны. Послушайте, поставьте адвоката. У того есть адвокат, и у того. И каждый спорит и докажет свою правоту. Две правды. Но здесь не будет. Здесь есть одна только. Любовь прощает. Всегда, мы знаем, есть две правды. Сегодня кто-то скажет, погода плохая. Для меня Сибирика это чудесная погода. Я прав, прав, и вы правы. Но здесь есть одна правда, что любовь всегда прощает. Если любовь не прощает, это не есть любовь. Любовь не может не любить. Любовь не может не прощать. Иногда может не так простить, чтобы теперь вот, ну, он сделал зло большое мне, может, лишил меня многого, может, близких лишил. Это не значит, что теперь стать самым дорогим человеком для него. Но отказаться от мести, это уже любовь. Я не буду мстить. Я помолюсь за тебя Богу, чтобы он открыл твое сердце, чтобы ты стал христианином и понял, что сделал. Я сейчас не говорю, друзья, с той позиции, учу вас и говорю, я это знаю, как профессор учит учеников математики, зная ее в совершенстве. Нет, я просто, один из вас встал, мне сегодня просто нужно было говорить, в моей очереди, и пастора нет. Я встал и говорю, и говорю свои переживания, и говорю то, что в моем сердце и в ваших сердцах то же самое, не сомневаюсь. Напоминаю, подумайте. Может быть, все потери, неудачи, которые сегодня в вашей жизни тянутся за вами, иногда впереди вас бегут, результат нелюбви Божией. Может, любовь, я люблю тебя, потому что ты хороший, я люблю кофе, потому что он вкусный, я люблю мою машину, она меня так плавно возит, так мало бензина берет, за это люблю, а потом продам, когда станет старая, не нужна она мне. Любовь, разве нет? А вот можем сказать, я люблю этого человека, и этого, и этого, без разницы, кого, и сзади, который стоит, я его не вижу, потому что он творение Божие. Потому что Христос мой пошел на Голгофу, чтобы его спасти, как спас меня, и я люблю его, как грешника, жалею его, и будет возможность повернуть к нему и скажу ему о любви Божией. Постараюсь ему доказать эту любовь. Нелегко, особенно с нашими характерами, особенно с моим, очень нелегко. Но я знаю, что это надо делать. Я знаю, что если это делать не буду, придет момент, когда в моей душе Бога не станет. Потому что он есть любовь, не проявляя любви, выгоняя Бога из своей жизни. Я выпровожу, он не может ужиться, он не станет жить там, где ему нереально быть. И нет смысла ему быть в этом сердце. Он не может прийти без любви и сказать, Господи, ты заходи, а с любовью там оставься за порогом, потому что ты чересчур всех любишь, что за дела. Ты меня люби, меня прощай. Как нам нравится, когда нас прощают. Как нравится Богу, когда прощаем мы кого-то. Любовь не может не прощать, не может не прощать. И Христос, и есть любовь, Он это нам доказал. Он на кресте умирал. Ведь разве не было справедливо сказать, отче, воздаем по делам их. Справедливо и правильно. Пусть все узнают, что Бог наказывает нечестивых. Пусть все узнают, что Бог взыскивает с грешников. Пусть все узнают, кого они распяли. Может, такой Бог понравился больше бы людям. Справедливый, сильный. Представьте, повторяю эту мысль, если он был справедливый Бог, его бы такое назначение, определение. Бог справедливость, Бог сила, Бог могущества. Нам бы хотелось, чтобы вот с таким Богом, да, ну знаете, что эта сила пойдет против нас, за наше неправильное отношение к Богу, что эта справедливость сыграет против нас. Вот хорошо, что не так. А хорошо, что одно короткое свидетельство, Он есть любовь. Он есть любовь. Он есть Бог. И мы всем говорим, что Он живет в нашем сердце. А что мы дальше можем сказать и рассказать? Вот именно, когда узнают, увидят любовь, потому узнают, что вы ученики Христос, сказал. Это очень ярко выражено, когда нам приходится есть в миссионерские поездки, друзья. Хотите тест сделать себе, проезжайте в миссионерскую поездку. Там вы будете естественны, играть не получается. Артистичность, маски сняты, там мы наравне, там мы одинаковые, там мы открытые, такие, как есть. Никуда не спрячешься от людей. Они сразу видят. Потому что в экстремальной ситуации, в тяжелых перегрузках, ты сорвешься где-то, если Божьей любви нет. Скажешь, да уже настал, да доели мне себя, дайте мне покой. А когда ты смотришь два-три часа ночи, а ты чувствуешь, что еще бы сейчас с кем-то бы встретился и сказал о любви Божьей, как спать, когда люди погибают. Спать-то надо, потом посплю. Там проявляется любовь Божья. Поэтому, друзья, давайте какой-то тест придумайте для себя. Я не буду вам рекомендовать. У меня свой есть, а вы свой делаете. Мы все разные. Мой не сработает для вас, а вас же для меня. Придумайте тест и по этому тесту проверьте свое состояние. Как врачи проверяют температуру, давление крови и все остальное. Проверьте себя. И скажите ему эти слова, не повторяя словами Давидова, как говорил Давид в 138-м псалме. Это он сказал. А ты скажи без псалма, без всякого. Вот так говорю, Господи, тебе. Испытай меня, Боже. И узнай сердце мое. Посмотри на меня. А, Господи, не смотришь? Я понимаю, тебе стыдно на меня смотреть. Я знаю, ты не можешь на меня уже смотреть. Хотя ты любовь. Но ты уже не можешь. Я брос своим проблемами, своим непослушанием тебе. Тогда, Господь, покажи мне себя на кресте Голговском распятом. Покажи, я посмотрю на тебя. Не надо Богу на нас смотреть. Давайте мы на него посмотрим. И эта любовь повела его на крест. А что? Кто мы ему? Вообще с другого народа. Мы с других поколениях живем. Сколько людей не родившихся, сколько погибших, сколько умерших при рождении. А что мы? Особые? Почему? С чего? Вы когда поймете мы эту любовь? Только вечность. Я на земле никогда не пойму, почему Бог меня возлюбил. Я знаю, я верю в это, но понять не могу. Потому что я своим человеческим умом все оцениваю. Любить надо за что-то. А меня любить не за что. Он возлюбил. Он не просто сказал, я тебя люблю, хороший мальчик, иди живи. Он говорит, что и на кресте, как сегодня мы пели, имя мое он произносил, умирая. Мое имя. И говорил о врагах своих, умирая. Вы знаете, в вагоне, в страданиях, когда тебе больно, ты все равно выкрикнешь боль. Ты все равно скажешь, да чтоб тебе Бог воздал за твои злодеяния. Справедливо. А он на кресте распятый, что говорил? Отче, прости ему. Но они просто не знают. Господи, ну за незнание же не надо наказывать. Отец, прости им. Они не знают, что творят. Может, они потом поймут. И сотник воскликнул, воистину он был, Божий сын. Покаяние ли это было? Или запоздало? Или как бы это было? Итак, друзья, когда мы не можем простить кого-то, и действительно человек не заслужил этого прощения, да, то давайте подумаем. Мы можем помолиться, наверное, такой молитвой, Господи, я не могу ему простить, и я готов, чтобы ты меня тоже не прощал никогда. Написано, если не будете прощать людям беззаконних против нас, то и Отец Небесный не простит. Вот мы иногда думаем, что это красивые слова, и Марк или Матфей сидел и написал, так красиво, самому понравилось. Как классно написал, да? Вы знаете, что это слова Бог произносил? Что это слова Духа Святого, что это истины, оставленные для нас. Писание так кратко, все сжато написано для всей нашей жизни, но там есть эти слова. Если не будете прощать людям беззаконних, Отец ваш Небесный, не простит вам беззаконий ваш. Господи, я не могу Ему простить. Тогда продолжите в молитве, и ты меня, Господи, не прощай. Не прощай тоже. Устраивает вас это? И тогда даже Бог скажет, а я не могу не простить. А я не могу тебя не простить. Только ты хоть сознаешь, что ты уж не такой совершенный, но я есть любовь. И, друзья, не держите Бога в своем разуме, как Богом мстящего, жестокого, грозного. Придет момент, когда Он скажет эти слова. Вы помните, когда Иоанн Креститель проповедовал, Он говорит, что идет за Мною, я не достойно развязать обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Иногда мы верующие так вот размышляли. В детстве я помню, что я думал, огнем это огненные испытания какие-то. Да нет. Потому что там дальше следующий стих написано. Лопата его в руке, его и он очистит гумно свое, а пшеницу зажжет огнем неугасимым. Будет крестить вас Духом Святым лопата, чтобы в житницу, а солому сожжет крестить огнем. Это то, что Он скажет, отойдите от Меня в Геону Вечную, в погибель. Это Христос будет туда отправлять. А где же любовь? Скажете Вы. Знаете, что любовь, она закончилась. И вместе с церковью Дух Святой будет взят. И любви на земле не останется. И о ней нечего будет говорить, ее просто не будет. Любовь сегодня, если имеет какое-то чувство или состояние еще в каждом человеке, даже не верующем в Бога, человеческая любовь, это отголосок любви Божьей, которая сегодня живет еще в народе. И Дух Святой еще на земле. Давайте мы об этом подумаем, друзья. Давайте мы поразмыслим. А сейчас, чтобы нам лучше понять эту любовь, давайте вникнемся в то, что сделал Господь для нас, для нашего спасения. И вот 24 глава мы сейчас будем совершать вечерю Господню. мы не сейчас еще гимн споем, но я хочу, чтобы вот сейчас мы еще немножко подумали. У нас есть несколько минут для размышления. Вот смотрите. Христос предлагает ученикам совершить с ним вечерю Господню. Ученики не знали, что это будет такое. Мы сейчас знаем, как мы будем совершать, они не знали. Они по привычке своему обряду и закону, и всем постановлением знали, как это совершается. Как Христос все изменил, они все поняли, друзья. Вот эта вечеря Господня, это особое присутствие в нашей жизни или в момент вот этот наш, когда мы вспоминаем, к сожалению, мы это забываем, о страданиях и смерти Господа Иисуса Христа. Это не просто поминки об умершем, это не просто трагедия какая-то, которую мы вспоминаем, и о ней написано много книг. Это непосредственно связано с нашей судьбой, это для нас. Христос отдал свою жизнь, чтобы мы ее приняли. Он на кресте показал невероятную любовь ко всем людям. Нас тогда не было, но мы, как вчера, это помним, как будто мы там были. Вот так Бог смог убедить нас через свое слово, что Он есть любовь, эту любовь показал. Если у нас есть любовь, а мы ее не показываем, причина одна, ее у нас нет. Невозможно любовь не показать. Попробуйте ненависть не показать, и то не получится. Если Бог есть в нас любовь, мы не сможем его не показать. Запомните эту фразу, которую мы заканчиваем разговор наш. Если мы не показываем эту любовь, нам нечего показать просто, ее нет. И нам стоит бить тревогу, нам стоит задуматься. Может, на нашей дороге тоже повстречается, знаете, с костыльком, с посохом, с тросточкой какой-то человек, нам знакомый, грешник законченный, о котором мы перестали молиться, и скажет нам проповедь, что вы должны любить. Он сказал, если бы в христианстве, в церквах была любовь, он говорит, я из мира к Богу пришел, церкви были бы переполнены. Люди ищут вначале любовь, потом они по этой любви узнают Бога. Бог не досягаем для человека без любви, без того, как мы его можем показать. Сначала нужно увидеть в нас эту любовь, а тогда через нас увидят Бога. Напрямую к Богу у них нет доступа. У нас ответственность, мы ее чувствуем, мы делаем это. Друзья, давайте подумаем. Я знаю, что мы можем все забыть через час. Я часто вспоминаю такое выражение, или такой, один мой друг хороший, миссионер, мы вместе ездим в миссионерские поездки, брат Михаил Савченко, он когда сказал эту фразу лет 15 назад, я никогда не забуду. Пример. Когда один человек проповедовал, я напоминаю, я уже говорил это, может кто-то не слышал. Когда человек проповедовал, и у него тема была об аде, об аде, мы как-то не говорим про ад обычно. И он настолько смог вот красочно описать состояние ада из того, что он знал из Библии. Он так это рассказал, что люди сидят, кто-то, жена придвинулась к мужу, детки придвинулись, сидят, и страшно. Он говорит, что страшно? Да, спрашивает их. Он говорит, конечно страшно, такие вещи страшные, говоришь. Он говорит, я сейчас вам скажу более страшную вещь, готовьтесь. А более страшное это то, что выйдя отсюда вы все это забудете и будете жить прежней жизнью. Вот что самое страшное, что все, что мы слышим в Доме Божьем, мы забываем или вспоминаем, сидим за столами, говорим, классно такое выражение, как часто вот мне когда говорят, встречат, говорят, такой пример, мне так понравилась твоя проповедь, я просто иду и молюсь, каюсь пред Богом, Господи. Я что, примеры рассказываю на проповеди только? А почему ты не понял то, что Бог тебе хотел сказать, тебе пример запомнился? Да, неплохо, Бог тоже притчами Христос говорил. Но почему тебе этот пример, и по этому примеру запомнилась моя проповедь? Что я не так, я виноват, я не сказал то, что Бог мне дал или Бог мне не дал ничего, мне стыдно, я после этого не хочу стоить за кафедру встать. Господи, прости, помилуй, какой проповедник, что только мои примеры могут людей удивить или восторг привести. А где же то удивление от твоей любви, тот восторг от твоей любви не смог передать, прости, Господь. Стыдно и страшно. Подумайте, друзья, это христианам к нам звучит сегодня слово. Сегодня почти все верующие, наверное, в церкви. Христианам у нас сегодня инграционное собрание. Подумайте, Бог обращается, говорит к нам. Мы снова года решили начать все заново. Прошел уже месяц, второй начался, а он, короче, первого пройдет вот те и часть года. Планами, желаниями, намерениями мы были переполнены 31 декабря на 1 января. Что из этого? А, мы хотим раскачаться и начать с марта-апреля? Не до этого будет. У нас другие дела появятся в апреле. Если мы не начали в январе, мы до следующего января не начнем. Давайте. Хоть с запозданием, хоть с 4-5 февраля на что-то начать менять. Мы думаем, Бог в нас все менять будет. Нет. Он будет менять наше сердце, когда мы скажем, войди в мою жизнь и меняй меня. Вот тогда он займется. Он вероломно ни с кем не поступает. И если он это не делает, причина не в нем, во мне. Я не запускаю. Говорю, Господи, вот до этого шага нужно будет, позову, проблемы будут, молиться начну, боли, страдания, болезни. Я найду тебя. А пока иди. Я и сам как-нибудь решу. Разве не так? Прямую не говорим, живем только так. Лучше бы сказали, да не жили, чем жить, да не говорить. Друзья, вот в чем вопрос, вот в чем проблема наша. И нам нужно после каждого, хотя бы воскресного дня, делать остановку, завести тетрадь и писать. Вот этот день, с которого, Господь, я молю и прошу тебя, меняй меня. В этом поработай надо мной. Я весь не изменюсь за один день, но я хочу, чтобы это произошло изменение в моей жизни. Начни со мной работать. С маленького. Но я буду видеть, что ты занимаешься мной. Я буду чувствовать. Давайте начнем с любви. Потому что без этого не с чего начинать. Да прославится Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok